Всем хай, с вами Юджин! Слышите эту музыку, слышите этот прекрасный мотив Это такое ощущение, знаете, как будто бы что-то великое, что-то прекрасное, что-то просто волшебное произойдет Прямо сейчас, когда мы начнем играть в Outer Wilds Эта игра вышла уже не совсем недавно И я давно за ней следил Но как следил? По-своему следил, так что просрал дату выхода Короче говоря, я просто знал, что она собирается выйти И ее концепция меня поразила И малюсенькие планетки со своими характеристиками и природными явлениями Со своей фауной, флорой Это все мне очень по душе, мне это очень близко Я помню даже, когда только вот начинал увлекаться сценариями Еще до создания этого канала Я даже какую-то маленькую историю написал про парня, у которого планета маленькая своя появилась Не помню, как там в деталях было Но просто эта идея, она просто в голове у меня сидела всегда Мне просто было интересно, как это, если у тебя будет маленькая планетка, на которой ты сможешь сам жить Что-то делать, и ты можешь на ней лететь куда угодно Что ты будешь делать с ней, блин, это так завораживает меня В общем, эта игра отчасти отражает мои мысли, мои мечты Я даже не знаю, что сказать, это будет, я надеюсь, что это будет круто Я надеюсь, что вы составите мне компанию в прохождении этой игры Я надеюсь, что это будет что-то вроде, знаете, по красоте, как прицеп Талоса Или как The Witness Что-то в таком духе Новая экспедиция, даже называется экспедиция Проснуться Короткое, даже не совсем короткое, а такое среднее нажатие пробела Составляет нас очень высоко прыгать И, кстати, мы не человек Мы какой-то пришелец Пожарить маршмеллоу Однако мы, как люди, жарим маршмеллоу Смотрите, это я управляю Хочешь маршмеллоу? О, мне подгорело А-а-а, заменить Давайте еще раз, чуть-чуть совсем Вот так Надо А-а-а, нет Потушить, все Съесть О, я подавился Мне не понравилось, да? Эта игра должна научить нас правильно делать маршмеллоу Вот, вот Видите? Он дымится Главное не подпалить Хотя я люблю подпаливать Я так уже хавал, мне понравилось Вот, смотрите Кажется вкусно Ну-ка Не будет комментариев? Опа И внезапно заиграла музыка Мне кажется, надо быть просто прекрасным человеком, чтобы сделать такую игру Она уже Прямо дает о себе понять, что это крутость какая-то Это будет какая-то крутость Я хочу в это играть Привет Поговорить с Ланец Ха, ха Хорошее имя Привет, пилотом Как тебе предстартовая ночевка под звездами? Даже не верится, что уже настал день запуска Кажется, только вчера тебя приняли в космическую программу И вот ты уже начинаешь самостоятельное путешествие Ну что, подними что-то, красавица, в небо Все готово, только скажи Тормозные двигатели точно исправны? Давайте узнаем О, неполадка возникла всего-то один раз И потом еще пару раз Но это же не повод бояться до конца дней Ладно, тебе еще надо получить коды запуска Которые роговик выдает в обсерватории Без них не летишь Попрощайся там со всеми, что ли И неси сюда коды Окей, Ланец, спасибо Что еще сделать перед стартом? Разве что с кем-то попрощаться? Думаю, Гал ждет тебя в обсерватории Я уже поболтал с ним Ах да, и Жила просит передать, что если ты хочешь потренироваться чинить корабль в космосе Камера невесомости готова Не то чтобы тебе оттуда надо Но если ты это сделаешь, Жила наконец-то от меня останет Опа, такое маленькое солнце Мы даже видим корону Я буду в восторге Прыгать возле костра И вокруг, и через костер Мне нравится эта игра Хочу играть Коды запуска А, окей, пойдемте в лагерь Сюда надо? Нет, не сюда Ага, прыгнуть, зажать, отпустить Все, зажать, отпустить Спринтить, к сожалению, пока нельзя Здоров О, это ты Сланец говорит, ты сегодня улетаешь на своем корабле Жду не дождусь запуска Ты же летишь в космос Летишь? Точно не передумаешь? Не передумаю Это хорошо У нас давно никто не летал в космос Я очень, очень хочу посмотреть на запуск Прямо очень Хочешь поуправлять моей моделью? Сланец говорит, она прямо как настоящая Только пожара можно не бояться Да, я очень хочу Как? Запустить модель корабля Ооо Во, 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 во Сланец! Ты жив? Воу Фу-ху-ху-ху-ху Стоп, сбросить Давай еще раз Наверх О, нифига себе Тут физика Прямо по-царски работает Я так не умею Да что ж такое А, мне рожи прямо Надо выровнять как-то Вот, стоп Стоп Да что-то тебя Всё. У! Можно лететь! Наверх! Да чтоб тебе! Так кажется, она взорвалась. Спасибо, было здорово. Я научился, я про. Я мастер. Идёмте в наш лагерь. Порфи, как дела? Говорят, ты собираешься оставить нас и отправиться к звёздам. Когда вернёшься, надо будет нам с тобой и жилой посидеть за бутылочкой хорошего. Я хочу только к одной звезде, другие слишком далеко. Но хорошее, это не столько изысканное древесное вино, сколько вызов для пищеварения. Ещё одна метафора убита во имя лексической точности. Надеюсь, удача будет с тобой. Счастливого пути. Так. Отрывки. Открытки с орбиты. Кто такой? Рутил. Ты что, правда полетишь на той штуке? Сейчас ракеты взрываются реже. Статистически у меня неплохие шансы выжить. Даже не знаю. Давайте вот это. Как-то более успокаивающе. Не знаю. Да, никакого сравнения с временами, когда космическая программа только начиналась. Наверное, надо сказать тебе спасибо. Ты устраиваешь меньше пожаров, чем твои предшественники. Видел бы ты, как я только что справился с тестовой моделью. Кстати, удачи там с тормозными двигателями. Ай, мне нравится эта игра. Это очень крутая игра. Это очень крутая игра. Читать в это кресло все, что осталось от первого полета в космос, который был совершен пилотом по имени Шпат. Некоторые считают, что это слишком вольное использование слова полет. Но тот день все равно стал судьбоносным для всех камелян. Мы камеляне. Вот кто мы с вами. Открытки с орбиты. Забавно, что этот народ кажется довольно-таки неразвитым. Посмотрите на город. Бочки деревянные, деревянные дома. Но при этом есть корабль космический. И представляете, где-то вот там вдалеке есть такой народ на такой небольшой планете, который вот только сейчас пробует полететь в космос. Это гейзер. А это что такое? Это наша луна. А это наши спутники там летают? Походу. Ты кто такой? Мергель. Ну что, достал день запуска. Гал будет по тебе скучать. Кстати, о запуске. Думается мне, что пусковая платформа уже устарела. Может, пора построить новую, чуть более огнеупорную. Например, из того большого дерева. Я с радостью помогу космической программе. Только скажи, нормально у нас пусковая платформа. Неплохая попытка. Мы знаем, что у тебя старые счеты с этим деревом. Что? Пусковая платформа не огнеупорная? Нормальная. Причем она деревянная. Она не может быть огнеупорной. Разве нет? Правда? Жаль. Тогда, может, кому-то нужно новое крыльцо? Большое такое крыльцо. Понятно, ему не нравится дерево, да? Кто там? Ты кто такой? Гнейз. Привет, юным космодавтом. Говорят, ты сегодня покидаешь кратер. Если встретишь других путешественников, напомни им, чтобы они ухаживали за своими инструментами. Расскажи об инструментах. С радостью. Как-никак, все эти инструменты моя работа. Дай вспомнить. На барабанах играет кремень. На банджо рибек. А на флейте габро. Ну и шпат на гармонике. Хотя шпат уже давно не шлет никаких вестей. Кажется, только вчера звуки гармоники раздавались у костра. В общем, если услышишь в космосе музыку, это наверняка кто-то из наших. Если захочешь пообщаться с кем-то, задействуй сигналоскоп. Это подсказка. Так, что такое? Чем хочешь спросить? Где обсерватория? После таких вопросов становится страшно отпускать тебя в космос в одиночку. Обсерватория прямо по тропе за водопадом. По пути будет пара указателей. Но проще всего идти прямо до пещеры невесомости. А потом повернуть направо. Где пещера невесомости? Ну ладно. А, обсерватория. Ну да. Кто такой? Ты кто такой, а? Тефра. Привет! Что случилось с радио? Мы очень хотели поиграть в прятки, но Марена не дает нам сигналоскоп, потому что он якобы очень хрупкий и с ним нельзя баловаться. Может ты дашь нам свой сигналоскоп? Дашь? Пожалуйста. Мы даже разрешим тебе водить. Ну ладно, давайте. Ура! Смотри, правила такие. Я и Галинит берем радио, прячемся, а ты ищешь нас с сигналоскопом. А, это туториал. Кого последнего найдут, тот и выигрывает. Закрывай глаза и начинай считать. Окей, закрываем глаза. Окей, хорошо. Раз, два. Взять сигналоскоп. Услышим музыку. Это не оно. Прямо вот здесь. Изменить частоту, приблизить. Во, как можем сделать. Вон он. Вон ты, маленький говнюк. Ха-ха-ха. Как у тебя получилось меня найти? Я же так хорошо прячусь. Сигналоскоп. Не забудь найти, надо двоих. Окей, следующий. Ага, где-то он тут. Вот он ты. Победа за мной? Здорово. Спасибо за игру. Все, мы научились пользоваться этой штукой. И уже день настал. Вот это сад. Точнее, раннее утро. Хорошо. Все, пойдемте в обсерваторию. Шпинель. Рыбка, рыбка, клюй быстрее. С песней будет веселей. Что, тебе пора? Без твоей помощи будет немного тяжелее. Как по мне, лететь лучше всего на воду планету. Пучину гиганта. Это еще почему. Однажды, когда вся деревня спала, мы остались у костра вдвоем с Габро. Тогда мне и довелось услышать о первом полете Габро на пучину гиганта. Сесть на воду получилось довольно легко. Но было непонятно, что в глубине. Слишком мутно, слишком темно. Габро захотелось погрузиться и следовать океан. Сначала все было нормально. А потом корабль Габро просто застыл на месте. Расскажи, что было дальше. Сейчас. Я выдерживаю драматическую паузу. Вода не пропускала Габро. Как будто у нее была своя воля. Она держала корабль, словно защищала его от чего-то. А потом, возьми, мелькнуло оно. Щупальцы, чудовищные твари. Это правда? Мне так рассказали. Габро все-таки не из обманщиков. Ну, вроде бы. Есть только один способ проверить. Слетать на пучину гиганта. Все. Я заинтригован. Смотрите, такая вода плотная. Акатыш, что такое? Осторожно. За этой оградой находится призрачная материя. Странное и невероятное холодное вещество. Невидимое для невооруженного глаза. Призрачную материю можно обнаружить только при помощи камеры. Контакт с призрачной материей причиняет невыносимую боль и может вас убить. Если пострадаете, меня не вините. Роговик. Забавно, эта игра сделана так, что ты сам решаешь, хочешь ли ты обучаться. Или ты хочешь сразу пойти в экшен. Дайте попробуем. Итак, сделать снимок. Вот. Вот. Вот мы можем видеть анимацию темной материи. Хорошо. Это было здорово. И что дальше? О, боль! Боль! Все. Окей. Ты кто? Ты кидай... Он кидает черную материю. Слушайте, ну раз уж мы здесь, давайте... Почему бы нам не зайти в пещеру нулевой гравитации? Йоу. Жила. О, хорошо, что вы виделись перед полетом. Нервишки шалят. Все нервничают в первый раз. Да, немного волос. Серьезно, это моя стихия. Это моя стихия. Правда? А мне вспомнилось, как после твоего первого полета на реактивном ранце тебя пришлось доставать из кратера на южном полюсе. Слушай, в пещере невесомости есть спутник, который совершенно ничем не напоминает сломанный шахтерский прибор. Надо его починить. Если хочешь напоследок потренироваться в невесомости, спустись туда. Или не спускайся, если и без того умеешь ремонтировать корабль в открытом космосе. Спутник, жди меня. Отлично, тогда вперед. И постарайся не заработать сотрясением мозга перед первым полетом. Окей, давайте попробуем, попробуем это сделать. Все-таки нам надо понять, с чем мы имеем дело. Как будто я в космосе. Они специально это сделали? Что я должен сделать? Долго нам так... Опа. Нет! Нет! Стоп! Я случайно нажал! Нет! Неловко получилось. Я сейчас вернусь. Окей, ничего не жмем. Ничего не трогаем. Взять фонарик. F. Ооо, мы не знали этого. А это можно делать оказывается. Воу... Как будто мы реально в космосе. Смотрите, межгаллогическое путешествие. А это пещера на самом деле. Вас обманули. Так. Нулевая гравитация. Надеть скафандр. Сделать рывок вниз, снять скафандр. хорошо вон показатели топлива показатели кислорода надо что-то починить там да кажется я забыл как-то гуф его зовут привет давно не виделись я хочу попробовать поработать невесомости расскажи что-нибудь угадай какие у меня планы сегодня так я хочу поработать так что ты сейчас туда в пещеру что нет все порядке отлично отлично и в порядке что-то не похоже ты же знаешь что я ненавижу эту пещеру зачем столько о ней говорить ну вот руки вспотели значит нам просто надо вниз ой 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 оно мне надо вообще было так 0 из 3 отремонтирована тут совсем нулевая гравитация смотрим захватить цель соотнести скорость скорость соотнесена стоп все они зажимаем чинить довольно таки просто вроде как так цель установлена соотнести 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 он получается сканирует объект и скорость с которой он двигается и подстраивает мой костюм под это так где-то еще я слышу вот а я ей стоять стоять все держим хорошо мы это сделали теперь надо валить отсюда вот наверно суда куда-то дай я отсюда пришел просто а есть я смог ну евгений хорошо справился по моему ну что жду похвалу очень хорошо конечно в космосе будет посложнее главное помнить тренировки и не врезаться ни во что большое у нее нет одного глаза кстати вижу тебе не терпится отсюда улететь возьми кода для запуска в обсерватории и в путь удачи там и постарайся умереть и зря же мы тренировались правда да да ну ка это что за платформа из лубяного кратера на севере вали дым я схожу и проверю в чем дело можете брать пускать и разведчиков только пожалуйста не сломайте его тетки то восток руины на май примите пускать и разведчиков еще на тренировка нифига себе прицелиться пустить смотрите можно так всю планету облететь что ли сейчас вернется к нам в лагерь да черт не успел и так вращать камеру 123 все мы вернули его что-то летает это она летает походу да все мы поняли как это работает север лубиной кратер до восток руина май окей юг кратер квантовой рощи северо-запад гейзерные горы давайте попробуем посмотрите он уже в кратер ушел что он в кратер ушел а кратер у нас не здесь кратер вот здесь давайте попробуем направить разведчик прямо туда так хорошо мы сделали кучу фоток что это такое где мы находимся не понимаю по моему мы в какое-то другое место попали он продолжает фоткать окей ладно вернуть разведчика все мы это сделали я думаю мы теперь вообще все сделали кружок пока непонятно можно ли сдохнуть в этой игре точнее вот в этом месте это она основатели покорители дикого космоса по часовой стрелке с левого верхнего угла роговик жила сланец шпат молодцы ребята я горжусь вами покорители дикого космоса первая единственная космическая программа на камельки основанная ради исследования самых потаенных уголков нашей солнечной системы до некоторого времени камеля не попадали в космос и намеренно как так шпат первое исключение в тот день космический корабль обогнул камелек и совершил первую из бесчисленного множества посадок на наш спутник террикон здоров гал привет покорители космоса что пришла пора улетать автопереводчик тоже полетит первый раз я так волнуюсь что голова кружится только представь ты сможешь переводить любые записи на май это самое ценное наше изобретение так что уж не сломай его пожалуйста так сломаю ох не обращай на меня внимание просто нервничаю и это при том что я то здесь остаюсь как ты себя чувствуешь прекрасно это хорошо мы ждали этого дня с тех пор как были песчинками посмотрим пошли тебе на пользу тренировки да я тренировался постоянно так в чем дело хочешь посмотреть на новую статуям на вами мне просто нужны код понимаю тебе не терпится отправиться в космос но все таки взгляни на эту статую она удивительно интересно как выглядели настоящие на май наверное это самое точное изображение которое мы когда-либо увидим смотри кажется у них была шерсть шерсть это странно кстати ты первую статую которую мы нашли без повреждений и отлично выглядит хотя и уже куча лет ой что-то меня занесло беги корабль тебя ждет и осторожнее там ладно это хорошо сохранившийся статуя была создана на май древней расы которая жила в нашей солнечной системе тысячи лет назад это статуя наиболее подробная из дошедших до нас изображений на май по ней можно судить что но мои были покрыты шерстью обрати внимание на украшения вырезанные врага скульптуры обрезаны точнее артефакты и постройки на моей можно найти почти на всех планетах нашей солнечной системы но мы до сих пор не знаем откуда произошла эта раса и что с ними случилось нам предстоит это выяснить да кода ты мне дашь кода-то я не понял big thanks to these additional funding members а я хорошо это типа краудфандинговая история зачем нам а я сделали эту статую отличный вопрос в общем эта статуя была на пучине гиганта так роговик говорит что она сделана из того же странного камня что и обломок статуи который у нас хранится он бы так и лежал на песочных часах если бы не кремень мы выяснили что этот камень может хранить информацию и поэтому встроили часть обломка в компьютер твоего корабля может эти статуи нужны для хранения информации все ладно не переживай нам же кады нужно взять кады окей посмотреть карту пучина гиганта песочные часы пустотная сфера и черный терновик хорошо мне понравилось так коды а вот и ты предполетная подготовка закончена погода благоприятная пора отправлять тебя в космос первый раз кто-то возьмет в полет автопереводчик текстов на мае я самого утра место себе не нахожу мы никогда не были так близко к разгадке тайн на мае ты и гал должны собой гордиться так что какие планы на первый полет хочу знать больше о на мае навещи других путешественников постараюсь добраться туда где никто раньше не был да отличный план вариантов у тебя довольно много например никто еще не высаживался на чужака может эта честь выпадет тебе к слову если решишь лететь черному терновнику ни на секунду не забывай об осторожности его тоже никто не исследовал и на то есть причины ладно видимо пришла пора прощаться к счастью сегодня отличный день для запуска не терпится умереть в космосе окей да я бы это сказал я не то чтобы люблю суеверия но такое как-то неприятно говорить перед полетом ладно вот твои коды запуска главное не бойся наши корабли настолько безопасно насколько сланец соглашается их делать удачи там дай знать если тебе понадоблюсь я ты мне не понадобишься роговик наблюдения это невероятно сначала мне казалось что светлые точки на картине это звезды на самом деле это целые галактики блин блин я представляю какого же было ошеломление у того ученого который первый смотрел на звезды и такой стоп это же галактика с миллиардами звезд внутри это было я представляю какое было потрясение когда я первый раз об этом узнал в школьном возрасте когда увидел передачу про космос мне перевернулся мир я просто думал сначала что есть только умничный путь и все это наша вселенная а потом когда я начал погружаться в это у божьего этой картинки только маленький сектор небо значит по вселенной тысячу раз больше галактик чем мы думали мне надо присесть да мне надо присесть очень странно мои расчеты красного смещения показывают что все эти галактики отдаляются от нас причем чем дальше галактика тем быстрее на отдаляется как будто вся вселенная расширяется если это так значит раньше все во вселенной было ближе друг другу насколько далеко в прошлое это можно экстраполировать было ли у вселенной начала. Вот кто скажет, что игры плохие после этого и плохо влияют. Вот я не представляю, вот любой чувак, девчонка, который будет играть в эту игру, я не представляю, как эта игра может мне вызвать желание изучать космос. Мы получили коды запуска. Вот это интересно. Этот удильщик был обнаружен на посадочном оборудовании корабля, который подлетел к черному терновнику. Судя по всему, удильщики приспособлены к жизни в темных местах с минимальной атмосферой. Это очень круто. Такие звезды, как наше солнце, производят свет и тепло, превращая водовород, водород, точнее, в гелий. Со временем водород заканчивается, и звезда начинает сжиматься. О, господи, прям лажу. Челюсть не работает. Когда ядро звезды сжимается, она становится горячее, из-за чего внешние слои звезды расширяются. Звезда становится красным гигантом. Когда ядро нагревается до определенной температуры, гелий начинает превращаться в углерод. Слушайте, это прям реальный курс астрономии. Если звезда достаточно массивная, она начинает превращать углерод в еще более тяжелые элементы, например, железо. В конце своего жизненного цикла звезда взрывается под собственной гравитацией. Это разрушительное событие называется вспышкой сверхновой. По данным, которые сообщает Кремень, такая же судьба однажды да постигнет и наше солнце. КАЙФ! Рудильщик, это кайф! Что это? Этот кристалл был добыт в руинах на Майю, на пустотной сфере. Он создает искривление в гравитационном поле. Вероятно, использовался для подъема на крутые холмы. Попробуйте. Что? О! О! Вы серьезно? Как это, как это сделал? Как мне вернуться обратно? Вау! Офигеть! Это офигеть! Блин, это так круто! Откуда у этих ребят в деревнях такие технологии? На Майе создавали не только дома, но и предметы искусства. Эта декоративная керамика была обнаружена на пустотной сфере. Произведение искусства, созданное на Майе, знакомя нас со странными животными, невидимыми небесными телами и другими объектами, которых нет в нашей солнечной системе. Возникает вопрос, прибыли ли на Майе из-за пределов нашей системы или просто обладали живым воображением? Всегда ли на Майе жили в нашей солнечной системе? Или они прилетали к нам с других звезд и планет? Если так, что привело их сюда? Остается надеяться, что ответ на эти вопросы дадут новые ксено-археологические экспедиции. Вот чего я ждал от игры. Заметили? Я с самого начала так пропускал какие-то записки, забивал на общение. Я ждал, пока игра заставит меня, зародит во мне вот это любопытство. И это самым естественным путем получилось. И мне хочется теперь... Я не тороплюсь улетать, я хочу посмотреть. О, это очень круто. Итак, что это? Этот текст на Майе сыграл важную роль в расшифровке их языка. А, это послание нелинейно, хотя обычно тексты на Майе обладают многочисленными ответвлениями. Интересно, что каждое ответвление, как правило, написано одним автором. Опа, что? Вот еще один туториал. Вы стоите слишком близко. Так, перевести. Мы с Асмундой закончили строительство, а настройка, по ее словам, не займет много времени. А это? Все, погодите, что? А, это, это, видите, это целое письмо с абзацами. Все благодаря тому, что у Террикона нет атмосферы. Спустя столько времени мы, наконец-то, взобновляем исследование. О, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой. А, это что такое? Странный камень, передвигающийся по эту гроту, реагирует на сознательное наблюдение. Все здравомыслящие камеляне понимают, что это некая оптическая иллюзия, но, по мнению Габро, камень существует одновременно во всех возможных состояниях, пока на него не смотрят. Что бы это ни значило. Это что, камень Шрёдингера? Как бы то ни было, все согласны, что эффект довольно жуткий. Где? Вот он. Вы поняли? Он находится либо здесь, либо здесь, либо... Здесь! Он либо здесь, либо там, либо тут-то. Охренеть, это квантовый камень. Как только я буду смотреть сюда, он будет здесь. Я ловлю его в разных местах, но он находится одновременно везде. Но только не тут. Почему-то не здесь. Здесь? Здесь? Ха-ха-ха! Стоп! Это что такое? Здесь вы можете увидеть фрагменты скелета Намайи. Судя по найденным черепам, у них были рога, и, как ни странно, всего три глаза. Тело Намайи было приспособлено исключительно к жизненному суше. Уже челюсть устала, блин. Особенности анатомии Намайи, такие как очень хрупкие кости, показывают, что камеляне не могли произойти от Намайи. Неизвестно, откуда пришли Намайи и куда они исчезли. Возможные исследования нашей солнечной системы помогут пролить свет на эту тайну. Окей, тогда последнее вот это устройство Намайи, привезенное из космоса нашими пилотами, очень помогли покорителям дикого космоса. Благодаря им камеляне открыли для себя новые технологии и усовершенствовали свое снаряжение. Вот как это произошло! Например, маленький разведчик получил функцию гипервозврата, которая позволяет исследователю почти мгновенно призывать его к себе. Это существенно уменьшило количество разведчиков, безвозвратно потерянной космосе. Вот оно как! Это просто великолепно. Потусить здесь стоило того. Последний раз посмотрим, где камень. Ах, ты здесь стоишь! Ах ты говно, ах ты говно. Что? Что это? Она знает все, что мы делали! Она видит все, что мы делали! Вообще все! Этого чела здесь нету! Он не видел! Никто не за... Никто мне не поверит! Эй, эй! Как тебе статуя на Майи? Статуя открыла глаза и посмотрела на меня. Погоди, что ты с статуей сделала-сделала? У нее открылись глаза и она показала тебе твои воспоминания в окружении огней? У тебя что, галлюцинации? Слушай, не обижайся, но ты точно выдержишь полет? В медицинском смысле. С этой статой что-то не так. Но раз ты так говоришь, наверное, нет причин тебе не верить. Непонятно только, почему все это случилось с тобой. Роговик тебе подтвердит, что статуя ни разу не открывала глаза, несмотря на все ухищрения. Так что вряд ли ты получишь ответы от той статуи, что в музее. Вряд ли ты получишь ответы от той статуи, что в музее. Но Габра сейчас вроде как на пучине гиганта. Не знаю точно на каком из островов. Может поговорить тебе о том, что случилось? С другой стороны Габра это Габра. Скорее всего самостоятельно ты узнаешь больше. Ох, теперь я действительно завидую, что ты летишь. Посмотри, может наш автопереводчик поможет тебе что-то узнать о статуе удачного полета. В смысле, мы можем автопереводчик прямо сейчас? А я не знаю, как экипировать переводчик. Ладно. Я думаю, мы по ходу дела разберемся. Ну что ж, пошли на башню запуска. Коды получены. Я вдохновлен. Теперь мне просто интересно, как это будет выглядеть. Каким образом? Тефра. Привет, что отправляешься в полет? Отправляешься в полет и никогда уже не вернешься, как Шпат? Что? Роговик говорит, что Шпат уже давно не посылает вестей. Роговик говорит, что не было пилотов лучше, чем Шпат. Но никто не знает, что произошло в космосе. Зря Роговик тебе такое рассказывает. Роговик тоже это говорит. Но если Шпат не возвращается, вдруг и ты не сможешь. Ты же пилотируешь совсем не так хорошо. Будьте поосторожнее там. Спасибо, мальчик. Странный мальчик. Так, все. Паркур начинается. Есть секреты? Я... Ой, кажется, я застрял. Застрял, просрал игру. Все, я вышел. Так, что ты можешь мне сказать? Кажется, можно стартовать. Запуск это, конечно, захватывающе, но я хочу скорее заняться новым кораблем. Возможно, в нем даже будет работать система предотвращения столкновений. Ох, извини. Окей. Как это будет выглядеть? Как? Что мы испытаем? О май гаад. О, какой крутой корабль. Ну что, понеслась. У-у-у-у. Открыть борт-журнал. Ага, 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 камелек. Террикон. Пучина гиганта. Вот тут грот, или как там его зовут, я подзабыл. Нам нужно к нему попасть в первую очередь. Звездочками отмечено то, что нам нужно сделать. Итак, что? Лунные руины. Надписи на май в обсерватории говорят о том, что на Терриконе было какое-то устройство, которое нуждалось в настройке. Да, в первую очередь, получается, мы идем на Террикон. А здесь? Гал говорит, что Габра, а вот Габра, повторно исследует пучина гиганта, пытается узнать больше о статусе на май в обсерватории. Единственное поселение на камелян и главный источник взрывов на планете. Статуя на май в обсерватории открыла глаза и посмотрела на меня. Загорелись. Окей. Гал говорит, что все. Ясно. Надеть скафандр. Это нам сейчас, наверное, не особо нужно. Не, нам не нужно это. Вот, эта штука странная, да? Это межглаз, которая искривляет пространство, и ты можешь ходить по стенам. Итак, ну что, пристегнуть ремни? Фу-фу-фу. Что, прям полетели все? Смотреть карту. Вот, Террикон. Захватить цель. Пусть будет так. Применить камеру взлета посадки. Ага. Зажимаем. Вау. Вау, 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 вау. Все, летим. Ага. Что, прям реально сажусь? Точнее, взлетаю. Ага. Слушай, это, оказывается, все настолько близко друг к другу. Значит, у нас учили. Фиксируемся, да, относительно цели. Идем, 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 идем сюда. Фиксируемся. О, надо быть осторожным здесь. Скорость соотнесена. Нам надо теперь вот так вот вырубниться. И сесть. Стоп. Что такое? Скорость соотнесена. Фу. Где чертова посадочная станция? Я не понимаю. Мне кажется, мне надо куда-то сюда сесть. Так. Чуть-чуть. Вау. Это круто выглядит. А. Все. Посадка совершена. Типа. Я не понимаю. Кажется, не то, что нужно. Совсем не то. Ладно. Погодите. Погодите. Кажется, вот. Оп. Все. Ага. Садись. О. Все. Присели. Я, кажется, застрял. Погодите. Сейчас. Так. Подлетаем. Так, господи. А-а-а. Куда меня уносит? Боже мой. Как-то сложно. Слушайте, а может нам надо просто взять и приземлиться? Так. Давайте попробуем войти в режим посадки. Вот. Режим посадки. Хорошо. Как здорово. Посадил. Ремни отстегнуть. Мы типа здесь. Фу. Скафандр, да, конечно же. Фу. Что? Где мы? А вон наш дом родной. Обнаружены деревья. Запас кислорода. Обнаружен небезопасный. Неопознанный сигнал. Распознанный сигнал. Эскер. Он здесь живет один. Может мне можно снять свой костюм? Да, можно спокойно снять костюм. Эм, где? Ой. Что это? Статуя знает, как я тупанул. Ну там же чел сидел. Он был без скафандра был. Вот что такое. А, блин. Что это? Где я? Мы начали с этого момента. Мы здесь сохранились, да? Ну что, поднимешь эту красавицу в небо? Все готово, можно стартовать. Мы что, сейчас умерли? Плохой сон приснился? Ты до сих пор выглядишь сонно. Не могу подтвердить твоего утверждения о гибели. Я знаю, что спать под звездами перед полетом традиция. Но, как по мне, после этого нервы не к черту. Охренеть они сделали. Они оправдали смерть и воскрешение. Все. Короче, играем с вами в эту игру. Но еще хочется от вас вашего решения, вашего вердикта, вашего мнения. Пожалуйста, напишите, насколько вам зашла эта игра. На супер сильно или на супер-супер сильно зашла эта игра. И подтвердите ваши слова лайком, обязательно. Лайком и комментарием. Также не забывайте подписываться на канал, если вы здесь впервые. И становиться в доску своими. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели. С вами был Юджин. Жду вас всех в своих соцсетях. Ссылки будут в описании под видео. Также там будут ссылки на прохождение, которые я играл за все время существования. Канала очень много всего. Заходите, вам будет чем заняться и будет что посмотреть, и будет над чем поугарать. С вами был Юджин и всем пять!